Поэты Владислав Маленко и Роман Сорокин за чашечкой чая обсуждают нюансы предстоящего выступления. Сегодня они будут читать стихи. Рассказывают, поэзия – всегда повод для размышлений. Слово можно убить, слово можно спасти, слово можно полки за собой повести. Эти давно ушедшие в народ стройки принадлежат выдающемуся отечественному поэту и прозаику Вадиму Шефнеру. Хочется вызвать эмоции у слушателей, рассказывают поэты, искренние и живые. Зазвучат и мои русские маяки, и ржев, и лирика, и басни, которые столь популярны среди молодежи. Кто должен делать поэт? Волновать, утешать, радовать, увлекать, лечить и зажигать. Сейчас же неудивительно, что современная поэзия живет в соцсетях, и там, естественно, люди комментируют, общаются. И вот нашему другу поэту замечательному Саше Антипову даже так однажды написали «Хорошие стихи, я даже подумала, что вы умер». И это, в общем, наверное, звучит как признание. Но вот благодаря библиотекам, которые нас приглашают выступать, люди начинают узнавать, что все-таки есть живые поэты, которым тоже можно прислушиваться уже при жизни. В Самаре стартовал третий межрегиональный форум «Регион 63. Территория свободного диалога». Его инициатором выступила Самарская областная библиотека для молодежи. В этом году учреждения культуры празднуют свое 50-летие. На одной площадке собрались ведущие специалисты библиотечного дела, а также особые гости. У нас потрясающие спикеры, которые приехали к нам из Москвы, из Санкт-Петербурга, из других регионов. И среди них самые главные и самые желанные – это наши поэты современные, которые поют действительность, которые рассказывают о том, что сегодня происходит в мире языком своей поэзии. Многие коллеги нас поддерживают, считают это, наверное, самым эффективным инструментом разговора с молодежью. Программа форума обширная. Для участников проходят лекции, практические занятия и творческие мастер-классы. Этот форум профессиональный такой, наверное, поможет сегодня обменяться между коллегами какими-то яркими событиями, своими новыми проектами, поговорить немножко о проблемах, которые существуют в отрасли. Но самое главное – выстроить какие-то новые замечательные коммуникации. Библиотека для молодежи уже много лет выступает экспериментальной площадкой для внедрения новых культурных практик. К ней можно отнести волонтерство, инклюзивные творческие лаборатории и патриотическое воспитание. Ксения Баканова, Сергей Баскин. События. Автор книги «Весна на вырост». Автор книги «Весна на вырост»